Эти люди двойники. Они похожи как братья, но не родственники. Встреча двойников это большая редкость. Они могут жить в разных странах и не подозревать о существовании друг друга. Если только один из них не публичный человек. Знаменитостям проще найти свою копию. Но двойники бывают не только у звезд эстрады или кино, они есть у каждого жителя Земли. Маргарет Тэтчер, экс-премьер Великобритании, живет в Англии, в загородной резиденции. Светлана Тылес, врач-невропатолог, живет в Москве, на первом этаже обычной хрущевки. Общее у них только одно – внешность. Она приехала к нам на чьи-то похороны, по-моему, Брежнева. И ее показывали по телевизору. И вдруг моя маленькая внучка, ей было тогда года четыре с половиной, около пяти, закричала, ой, бабульку показывают по телевизору. Уже 15 лет Светлана Тылес подрабатывает Маргарет Тэтчер. Она одевается в английском стиле и читает газеты на английском языке. Ее часто приглашают на концерты выступить с речью от имени Железной Леди. В шоу-бизнесе хороший спрос на двойников. Дяди и джентльмены, я очень рада видеть вас. Театр двойников есть в каждом крупном городе. В одной Москве их около десяти. Здесь работают артисты, которые часто не умеют ни петь, ни танцевать. От них требуется одно – быть похожими на известных актеров, певцов, политиков. В театр романа Перепелкина взяли, потому что он похож на голливудскую звезду Киану Ривза. Теперь ему нужно учиться актерскому мастерству и осваивать английский, чтобы выступать на сцене в роли своего известного двойника. Молим с ней. Мне на улице часто, ну, не на улице, а даже знакомые, то есть знакомые знакомых говорили, что да. Нео. Особенно тот момент, когда у вас «Матрица» появилась. То есть после фильма «Матрица» ты сказал знаменитый? Ну, как сказать, ну, если можно так сказать. Потому что он вышел на широкий экран, и все выгнали Киану Ривза, то есть поэтому после этого пошло в массу. Роман работает в типографии, принимает заказы. Однако надеется, что скоро его жизнь изменится, и он станет знаменитым актером, как его двойник Киану Ривз. Недаром ведь они на одно лицо. Да. Я чувствую, по характеру мы с ним похожи. Что? По характеру похожи. Похожи? Да, мне кажется, да. Спокойный. А как ты попал в театр? Я сам решил, то есть мне часто говорили, я решил попробовать действительно, спросить у профессионалов, действительно ли я похож. Ну, нашел в интернете адрес, отослал заявочку, фотографию. Сказали, приезжайте, посмотрим на вас. Роман единственный из всех актеров, кто верит в феномен двойников. То, что схожесть судьбы зависит от внешнего сходства. Другие артисты иллюзий на этот счет не питают. Ну, какая судьба, ну, там, супер-мега-звезда, легенда, и мы, так сказать, начинающие, можно сказать, простые артисты. Ну, конечно, нет. Ну, это все надуманное-то. Это невозможно. Хотя профессиональное сходство существует, и даже голосовое сходство может существовать. То есть человек поет вот просто от рождения. Потому что он специально пародирует, а потому что вот природу наделили таким голосом. Он ничего для этого не делал. И внешность не изменял, и голос не изменял. Но тоже поет. Двойник Юрия Лужкова Николай Беззубцев, бывший экономист. Но уже несколько лет на пенсии. Дома сидеть скучно, вот и устроился работать в театр. Насколько у вас вообще судьба похожа на что? Да нет, наверное, ничего общего. Мы как бы в разных социальных сферах оказались. Это не значит, что это хорошо или это плохо. Ну, так получилось. Двойник Лады Дэнс Ирина Пахомова. Педагог танцев. Она приехала в Москву из Владивостока. Подрабатывает в театре двойников. Я узнала, что есть такой театр. И подумала, ну, раз я похожа на Ладу Дэнс, может быть, стоит попытать счастье. И я позвонила, меня пригласили, посмотрели. Запутал, не знаю где. Чудо-чудо наек летел. Двойник Александра Розенбаума Рафаэль Автонделян, автослесарь. Но теперь он играет на гитаре и поет. Шло сетка лет, друзья. Вдруг его увидел я. Ведь навстреча-то моя все же вещая. А вы зачем голову наголо бреете, чтобы на Розенбаума быть похожим? Нет, 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 нет. У меня, я скажу почему. Значит, очки нашу, потому что у меня минус 4. Голову брею, потому что у меня сибирь волосы. Я не хочу быть сибирь. Я ее брею уже 10 лет. Двойники бывают естественные. Те, у кого совпадают черты лица. И искусственные. У них изначально есть что-то общее с оригиналом, но окончательной схожести они добиваются за счет грима. Прически, усов, манера одеваться. Такой навязший на зубах пример с Гитлером очень хорошо это доказывает. Любой человек с таким заостренным треугольным лицом худощавый, если ему покрасить в темный цвет волосы, сделать характерную челку и отрасить вот эти специфические усики, да еще взгляд из-под лоби он изобразит, ну, каждый узнает в нем Гитлера. В театрах двойников работают несколько Мэрилин Монро и несколько Элвисов Пресли. Эти образы наиболее востребованы. И загримировать под этих звезд можно почти любого артиста, без особого труда. Мужчине достаточно сделать бакенбарды и надеть очки. И вот он, король рок-н-ролла. Один, два, три, четыре. Во многих странах проводятся фестивали двойников Элвиса Пресли. Они очень популярны и многочисленны. Легендарная Мэрилин Монро получится, если женщине подобрать соответствующий парик и нарисовать ротинги. Мэрилин Монро, а сколько их у вас? Тоже две? Две. Хотя за все время существования театра было очень много. Человек здесь точно было. Кто-то вышел замуж, кто-то уехал в Америку, кто-то ушел в стюардессы, кто-то уехал в Испанию. И приходят постоянно новые. Похожесть двух людей появляется за счет одинакового овала лица и какой-нибудь узнаваемой черты. В лице каждого из нас есть что-то запоминающееся. Например, необычный нос. Встретив другого человека с таким же носом, мы сразу подумаем, как похож, просто двойник. При этом на остальные черты мы не обратим внимания. Форма ушей и цвет глаз никогда точно не совпадают. Это сугубо индивидуальные признаки. А вот носы, губы и скулы типичные. Антропологи выделяют несколько основных видов. Их сочетание может повторяться. С какой периодичностью наука сказать не может. Это дело случая. 20 вариантов глаз. А мы знаем, что их больше. Ну, мы будем исходить из 20 вариантов глаз. Значит, встретить двух одинаковых людей с такими глазами, ну, второго, похожего на какого-то конкретного, это будет 1,20. Дальше. Если мы добавляем еще 5 вариантов носов, это будет 1,01. Если мы добавляем, допустим, 10 вариантов губ, это 1,00. Если мы добавляем 10 вариантов формы лица, так сказать, это уже 1,00 и так далее, и так далее. Если он похож в целом, то мы его все-таки, я думаю, найдем одного из 200, например. А если мы хотим в деталях, то, может быть, нам надо будет перебрать все человечество. Если французскому художнику Жанну Ипполиту Фландрену побрить бороду, он станет похож на известного артиста Сергея Челобанова. Разумеется, этого уже не сделаешь. Художник, писавший церковные фрески, жил в 19 веке. Но можно примерить бороду Челобанову. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Пусть сон к вам сдаваться. Александр Буйнов похож на Пушкина, Филипп Киркоров на Петра Первого, а актриса Татьяна Лазарева на Короля Карла Седьмого. Фотохудожник Екатерина Рождественская умеет подмечать сходства. Она фотографирует известных людей в образе исторических личностей и героев знаменитых картин. Она уверена, найти однотипных людей довольно просто. Я готовлюсь всегда, имея фотографию на руках. Даже если человек очень известный, знаменитый, не всегда помнишь, какое расстояние между глазами, какой нос. Поэтому надо иметь картинку, всегда фотографию перед собой, чтобы ее подкладывать к тем или иным картинам и смотреть уже, насколько эта картина подходит данному человеку. Очень важны глаза, нос, вот эти, так сказать, части лица. А остальное все уже это дело, так сказать, техники, света и так далее. Главное, чтобы человек был в общих чертах похож на персонаж известной картины. Имел приблизительно одинаковую форму носа, овал лица, разрез глаз. А усилить сходство можно за счет грима и правильного освещения. Кроме того, человек, примеривший костюм и загримированный под известную личность, тут же входит в образ, отмечает Екатерина Рождественская. У него появляется соответствующее выражение лица, осанка, взгляд, что тоже добавляет похожести. Очень многие люди так входили в образ, что с большим трудом выходили из него, даже когда снимали грим. Очень многим это нравилось. Здесь многие люди, скажем, после съемок перекрашивали свой цвет волос. Это, по-моему, было с Сашей Буйновым, который пришел абсолютно таким пергидрольным блондином. И мы его сняли в образе Пушкина. И через какое-то время, очень такой непродолжительный, я его увидела, что он покрасился обратно в натуральный цвет. Так что очень на многих это как-то оказывает какое-то влияние. Съемки в студии у Рождественской проводятся два раза в неделю. За девять лет существования проекта она оживила две тысячи картин. Столько же людей узнали, на кого из исторических личностей они похожи. Александр Швец, главный редактор одной крупной киевской газеты, похож на своего современника. Тоже главного редактора, но другой крупной киевской газеты Владимира Кацмана. Глядя на них, можно подумать, что они близнецы. Хотя они даже не родственники. И что, похожи? Да не очень. Как не очень? Не похожи. А так? А так немножко. Их часто путают. Поначалу, когда одного принимали за другого, они пробовали говорить, что это недоразумение. Потом надоело объясняться. Иногда приходится сталкиваться с тем, что к тебе подходят люди и начинают говорить, Саша, вот, привет. А в свою очередь Александр Ефимович говорит о том, что к нему подходят люди и говорит, Володя, где же ты вчера делся? Вот вчера же мы с тобой договорились встретиться. Был даже случай, когда я уже совсем разозлившись и отчаявшись, как бы, доказать, что я не швец, просто в ресторане сказал, что я, да, действительно швец. Он говорит, Александр Ефимович, я злоупотребил похожестью на вас. Я говорю, каким образом, Володя? Ну, знаешь, он человек порядочный, я не думал, что он что-то уж такое совершил. Он говорит, сидел он с гостями в ресторане, он пригласил кого-то. И когда подошел момент расчета, к нему кто-то из руководителей ресторана подошел, говорит, мы вас знаем, вы редактор фактов, мы вам дадим большую скидку. Он говорит, ну, я не стал спорить. Часто двойники не просто похожи внешне. Между ними существует связь. Они сами того не зная, влияют на жизнь друг друга. Эту теорию пытаются доказать некоторые ученые. Ну, я думаю, если кто-то наверху есть, он может, скажем прямо, для развлечения избирать двух похожих людей, назначить им одинаковую судьбу и посмотреть, что из этого выйдет. Почему бы нет? У Владимира Кацмана и Александра Швеца действительно очень похожие судьбы. Они не имеют вредных привычек. Оба хорошие семьянины. Женаты на женщинах намного младше себя. Оба преуспели в своем деле, в журналистике. Эту профессию каждый из них выбрал еще в раннем детстве. Я работаю журналистом, о чем мечтал буквально там. Вот как только начал понимать что-то в мире, да, и начал писать первые буквы, я уже хотел быть журналистом. И никем другим быть не хотел. Я хотел быть только журналистом. Причем там с четвертого класса начинаю. Я мечтал быть только журналистом. У них даже увлечения общие. Они страстные поклонники футбола. Оба изучают историю и мировые религии. Поэтому им всегда есть о чем поговорить. Возможно, схожесть судеб Швеции и Кацмана можно объяснить простым совпадением. Но как объяснить то, что у них даже линии на руках одинаковые? Ну, линия жизни самая длинная. Вот она идет у вас, вот она идет у меня. Ну, так у вас длиннее. Ну, она просто у вас разведляется. Руки этих людей очень похожи. Более того, по структуре они практически идентичны. Характерные для них холмы, характерные для их расположения пальцев. Основные линии, по которым можно говорить о судьбе этих людей, также похожи. Есть, конечно же, нюансы, есть отличия. Например, линия сердца характеризует их как идеалистов. Линия ума, например, характеризует их как творческие личности, которые должны были проявиться именно в журналистике или в литературе. Достаточно глубокие линии жизни, характеризующие их жизнелюбие. То есть они достаточно тождественные и похожи. Почему так происходит? Так природа захотела, почему не наше дело, что называется? А факт сам по себе налицо. Потому что существуют двойники, люди с собой связанные, люди переживающие одинаковые события. Они дружат несколько лет. А познакомились, когда Кацман пришел устраиваться на работу в газету, которую возглавлял швец. Кацман тогда только приехал в Киев из Донецка. И это была первая редакция, в которой он решил попытать счастье. Открывается дверь, заходит молодой человек. И я, честно говоря, тогда пешил, потому что, ну, думаю, такого быть не может, чтобы человек был настолько похож на меня, причем ростом, сложением, лицом, очками, усами, всем. Здесь я захожу в кабинет, и вдруг, знаете, я останавливаюсь, как, в общем-то, перед зеркалом. Потому что за столом сидит человек, ну, я-то себя со стороны не вижу, но, как и в моем представлении, очень похоже на меня со стороны. Он поднимает на меня глаза и говорит, о, пришла моя бледная тень. Владимир Кацман и Александр Швец легко сработались. Очень быстро Кацман стал продвигаться вверх по карьерной лестнице. Стал начальником отдела. А через пару лет перешел работать в другую газету, главным редактором. Вероятность встретить своего двойника одна из миллиона. Им повезло. А Кацману встреча со своим двойником принесла и удачу. Совпадение в судьбах у двойников представители официальной науки называют мифом. А в качестве аргумента приводят пример известных людей. Ведь почти у каждой знаменитости находится несколько двойников. Иногда они действительно поразительно похожи. Но похожа ли их жизнь? Люди похожи друг на друга, они просто похожи. Двойник это человек, который имеет какой-то связь, имеет похожую судьбу, имеет похожие привычки и, соответственно, является реальным двойником того человека. Любой человек, узнав о том, что у него есть двойник, начинает проводить параллели между своей и его судьбой. Искать совпадения и различия. И будет невольно подстраивать свою судьбу под судьбу своей копии. В таком случае двойники действительно рискуют прожить одну жизнь на двоих. Тот, кто не придает особого значения своей схожести с двойником, сам выбирает себе судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok знаменитое общежитие в Хабаровске, на Шаронко, Шаронко улица такая. Ну и вокруг меня девчонки. Ленечка, Ленечка, давай мы тебя побреем. Знаешь, такое внимание начали оказывать. Я, конечно, был немного в растеянности, но сдался. Они меня сами побрили и ходят вокруг. Похож, похож. Знаешь, а на кого? Ими ничего не говорили. Кирентано, говорю, похож. Особенно повадками, манерой, поведением, знаешь, лимиками. И шкодской натурой шкодил я часто, подшучивал. С этого времени уже ко мне так была кличка Мариман в геологии, а потом постепенно переросла Чирентано. Может быть, человек, который играет эти роли, он совершенно другой. Ну, Аленя такой, он непосредственный, он быстрый, он принимает решения, может, в таких ситуациях самых неожиданных он принимает такие решения, до которых сам не додумаешься. Наталья, жена Леонида Тришкина. Вместе они уже больше 30 лет. К тому, что муж похож на Чирентано, Наталья относится спокойно. Ее больше устраивает, что Леонид надежный, работящий, в еде неприхотлив. А его итальянский двойник любит суп из черепахи с шафраном и омлет с трюфелями. Он страшный клиент. Он не любит есть. Сегодня любит спаржа, завтра ненавидит спаржа. Любит тортичок иногда, следующий один хочет креветки, он говорит, что всегда ел креветки. А креветки никогда очень непредсказуемые клиенты. Итальянский Чирентано женат на сеньоре Клаудио Мори. Вместе они уже более 40 лет. У них трое взрослых детей. Двое детей, обалденные дети, хорошие, удачные. И по словам, Леонид Тришкин не стал богатым и знаменитым, как его двойник Адриана Чирентано. Они похожи внешне, но у каждого своя судьба. Леонид Тришкин большую часть жизни проработал геологом. По несколько месяцев проводил в экспедициях в тайге. После того, как перестал заниматься наукой, сменил ряд профессий. Работал инженером, сторожем, водителем. Последние несколько лет занимается малым бизнесом. Руководит фирмой по грузоперевозкам. А петь на эстраде или играть в кино, как его знаменитый двойник, он никогда не пытался. Как-то пытались меня на какой-то конкурс двойников здесь были, приезжали. Меня долго тянули, но я что-то или как-то зарабил, или не захотел. Часто на улице люди долго присматриваются к Леониду, а потом пристают с просьбой сфотографироваться. А в остальном сходство с Челентано никак не повлияло на его жизнь. Большинство же людей из своего сходства с известными личностями пытаются извлечь выгоду. Организаторы фестиваля двойников Эрнеста Хемингуэя в США пообещали победителю денежный приз в 20 тысяч долларов. Собралось около сотни соискателей двойников писателя. В России подобные фестивали не проводятся. Среди наших двойников больше популярны другие способы обогащения. Летом 2006 года в городе Сочи в концертном зале юбилейной выступал дуэт «Новые русские бабки». Были проданы все билеты. На концерте выяснилось, что это вовсе не бабки, а похожие на них мошенники. Мы купили на новых русских бабок. А это не новые русские бабки. Это пародийное шоу. О чем, когда продавали билеты, об этом не было сказано. Понимаете? Все, мы сдали билеты. Мы очень недовольны. Мы потеряли время. Такие случаи не редкость. В России почти у каждого популярного артиста есть двойник-мошенник, который ездит по стране с концертами и собирает полные залы зрителей. Ну, что-то у нас такое оторвали, как кусок души просто. И делают на этом, на нашем куске души делают деньги, причем немалые. Большинство известных и обижаются, когда о их сходстве с двойником. Особенно это задевает женщин. Мужчины реагируют проще. Президент США не только не обиделся на пародию артиста Стива Бриджеса, а пригласил его в Белый дом и принял участие в представлении. Нон-комплительная протоколизация Продоколизация Санкцион Not only At IAEA Formal Сessions, but through Intercessional Contact. Мы must enhance Non-комплительная Продоколизация Санкцион Not only At EIEA Formal Сessions, Но через интерсексуальное действие. Миллиона. И у всех будут одинаковые гены. Правда перемешанные, как колода карт. Когда у людей похожи черты лица, значит природа раздала одинаковые карты. Ведь родственники похожи друг на друга именно из-за одинакового набора генов. Недаром в деревнях похожие люди встречаются чаще. Мы с вами можем уехать в глубинку. Москву не будем брать, потому что в Москве представители очень многих антропологических типов. Встречаются на улицах. И здесь очень великое разнообразие черты лиц. А поедем в какую-нибудь глубинку, в деревню. И там мы увидим, что население, которое имеет местное происхождение, корни местного этого населения, оно в общем-то похоже. Но установить тайное родство между похожими людьми очень сложно. На генетическую экспертизу согласятся немногие. К тому же эта процедура очень дорогая. И проводят ее всего в нескольких медицинских центрах. Правда, иногда тайную родственную связь можно почувствовать. То, что мы его нашли. Эту газету когда-то взяли, с женой вместе сели. Это ощущение, какая-то сила, знаете, целенаправленно по пути нас, нас, взрослых, да, ведет каким-то образом вот в этом воспитательном процессе, да, его становлении. Читая газету, Виктор Еремеев увидел на первой полосе детскую фотографию своего покойного сына. Такой фотографии не было в семейном альбоме. Прочитав статью, Виктор Иванович понял, что это не его сын, а просто очень похожий на него ребенок. Ну, как это сказать, портрет, не портрет, картиночка. То есть вот фото, да, фото будем говорить, с маленьким мальчиком. И он показался нам таким несчастным, и почему-то мне показался сразу каким-то родным. Вот прям вот. Я газету возьму, отложу, опять возьму, опять почитаю, опять отложу. Сын Елены и Виктора Еремеевых Алексей был офицером-подводником. Он служил на Тихоокеанском флоте. В декабре 1999 года на его судне произошел пожар. Все члены экипажа погибли. Задохнулись угарным газом. Алексею было 26 лет. Из статьи супруги узнали, что мальчика, так похожего на их сына, зовут Вова. Ему 4 года, и он беспризорник. Вова убежал от матери, которая пила, била его и заставляла заниматься попрошайничеством. Его подобрала на улице милиция. Потом он попал в казанскую больницу для беспризорных. Еремеевы решили найти мальчика и усыновить его. Я подумала так, сын мой сказал, «Мама, ты так убиваешься, что я ушел. Так я тебя вместо себя пришлю кого-то». И вот, мне кажется, это он сделал. Вот моего сына собственного из могилы уже не поднять. Вот хоть сама ложись, но я не смогу этого сделать. И никто не сможет. А вот тут ребенок пропадает. Живой человек, которому мы можем помочь. Елена и Виктор нашли Вову в больнице, где он жил. Мальчик оказался очень больным. Врачи поставили ему диагноз «истощение». В свои четыре года Вова весил, как годовалый младенец. Его кожу покрывали лишаи. Это были последствия жизни на улице. Он маленький, худенький. Трехцветные волосы у него были. Ему привезешь молоко. Он говорит, я такое молоко никогда не пил. Я такое никогда не пил. Такой жалкий был. И вот я однажды, ты посмотри на меня, смотрел. Я тебе нравлюсь? Он у меня так головой, без слов. Я переждала несколько, так, некоторое время. И спрашиваю, а ты хочешь со мной жить? Он опять головой. Вот эти два фактора стали, в общем-то, решающими. А потом уже, когда я потребовала данные о нем, кто он такой, ну, все, что около него, все, что его касается. И мне сказали, он Алексеевич. И это был третий фактор, который эту проблему решила. Потому что у нас сын Алексей, и вот он как бы Алексеевич был. Оформление документов на усыновление заняло полгода. Все это время Виктор и Елена каждый день ездили к Вове. Когда документы были подготовлены, мальчик переехал к ним. Потихоньку он стал поправляться, и все больше становился похожим на Алексея. И не только внешне. Характер, манера и даже предпочтение в еде. Все совпадает. Да, я их ставлю рядом. Что они одинаковые. Да, он похож. Он, видимо, поэтому и к нам и пришел. Они оба хорошо учатся. Они оба умеют высказывать свою точку зрения. В общем-то, да, я вижу в нем, в нем я вижу нашего старшего сына. Я очень часто вижу. И он говорит, как я. Он у меня вот учится говорить. И вот на это тоже все обратили внимание. И сын у меня такой же был. То есть даже есть, можно сказать. И вот мне кажется, когда вот он доживет до того возраста, когда вот у меня сын не стал, вот я хочу сказать, я тогда успокоюсь, что вот он дорос и стал. Вова живет в новой семье уже семь лет. Ему интересно все, что связано с Алексеем. Он все время просит родителей рассказывать ему о старшем брате. Для него Алексей кумир. Мы на кладбище приезжаем, он ухаживает за могилами. Часто ездим. И поливает, и сорняк убирает, и стаканчики ставит. Потом это все убирает. То есть он вот с большим почтением относится. Вот как будто вот нужно было появиться ребенку, нужно было появиться нам. Его пути, да? Вот. И вот для меня кажется вот такое ощущение такое. То есть вот помимо даже, может быть, желания нашего, воли нашей воли, да, вот получается так, как это надо. Вот я сейчас в принципе уже даже сложно представить не могу, чтобы его в данный момент, вот уже в его возрасте, чтобы его не было с нами, да? У них возникла окова в душе. Им нужно было его заполнить. Надо заполнить. Они нашли ребенка и стали его воспитывать. Не только так же, как они воспитывали сына. Они стали, может быть, подсознательно прилагать определенные усилия, чтобы он во всем походил. То есть заставлять заниматься это. Даже не заставлять, а просто ставить его в ту колею, в которой был их сын. И может быть даже этот ребенок второй, как младший сын, он стал лучше, интереснее и более похож. Но тут очень много субъективного. Главное сходство Алексея и Вовы – любовь к военному делу. Родители нарочно не рассказывали ему о том, что Алексей был офицером, чтобы не навязывать ему выбор профессии. Но как когда-то Алексей, Вова тоже мечтает стать офицером. Только не подводником, а военным летчиком. Приемные родители Вовы надеются, что у него будет более счастливая судьба, чем у их первенца. Ну а кем ты хочешь стать? Главнокомандующим ВВС. Расскажи, пожалуйста, что такие самолеты? Самолеты – это есть два вида – пассажирские и истребители, которые за пилотажем сидят с высшей образованностью и офицеры. Я, однако же, не хочу, чтобы он под воду шел. Это тоже есть. Вот не хочу. Я не знаю, воздуха я, наверное, тоже боюсь. А вообще-то все может постигнуть человека в любом месте. Не обязательно. Не надо ни в воздух, не надо ни под воду. Но не хочу я, чтобы он шел под воду. Что самое интересное для тебя лично в самолете? Как ты считаешь? Что в случае чего-нибудь, что пилот может катапультироваться. Через два года Вова будет поступать в Суворовское училище. Его отец, Виктор Иванович, уже начал готовить его к экзаменам. В доме много специальной литературы. Учебники и конспекты остались еще от Алексея. Мне очень хочется его видеть, чтобы он окончил школу, надел, пусть будет, это Суворовское училище, окончил это училище. Конечно, не только мне хочется видеть его хотя бы в лейтенантских погонах. Потом можно с открытой душой сказать, что я в жизни все-таки хотя бы одного человека поставил на ноги и воспитал его. Наука не может доказать существование телепатической связи между двойниками. Возможно, это просто миф. Однако любой ученый согласится с тем, что все, что создает природа, имеет свой смысл. Поэтому, может быть, и общая внешность дается не просто так. Зачем? Пока мы этого не знаем, но стремимся понять. Ведь каждый из нас хотел бы хоть раз взглянуть на своего двойника, узнать, в какой стране он живет, чем занимается, как складывается его судьба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok